начала привет друзья я сейчас в риме снимаю для вас офигенский контент это будет в следующих блогах в этом выпуске вы увидите два интервью одно интервью с человеком который поднимает спорт в россии там макс жирила человек который обучил уже больше 50 тысяч спортсменов его школы i love running i love sky in a love swimming и так далее это то что он сделал с нуля буквально несколько лет назад а сейчас это крупнейший в мире сообщества спортсменов это первый и второе это же не говорили им все вы его знаете это человек который основал бизнес-блогинг в россии что с его каналом чего ждать он недавно его закрыл что будет дальше как он собрал 25 миллионов долларов на айси о своего нового проекта сторика и в что вообще с этим проектом что это за проект как вообще собирать такие огромные деньги что с ними дальше делать а еще кстати в самом конце мы кое-что разыграем для вас так что смотрите этот выпуск будет супер интересным но и ждите новые выпуски отсюда из италии неаполь рим и этот вы посмотрите до самого конца почему-то не спросил уже не что с его блогом ты когда свои свитера с этими пельменями до заставляю да да такие компании за полгода не строятся даже не намекали но и твой комментарий давай по поводу того что сейчас происходит вообще с телеграммом в россии по я был в бане подмогает 3 миллиона разгарить а а а а а а а те кто со мной из самых первых выпусков ребята вы для меня самые ценные подписчики помнят что первое интервью на моем канале появилась же не гаврильным она набрала больше 800 тысяч просмотров те кто не видел обязательно оставлю ссылку внизу посмотрите и сегодня мы опять уже не в гостях уже немного чего изменилось с тех пор он перестал снимать свой блог на youtube канале я напомню что жили был первым родоначальником вообще бизнес блогов россии сегодня мы задаем вопрос что случилось и я знаю что уже не появились очень крутые новые бизнесы короче спросим обо всем у самого жени здорово привет давай самого начала первое как тебя вообще занесло в криптовалюту наш 2006 году рынок интернет рекламы сильно рос не все время были бизнеса на очень быстро растущих рынках да и когда вот это началась вся движуха с децентрализации с блокчейном глупо игнорировать его то есть большие деньги зарабатываются всегда на быстро растущих рынках из этого хайпа и взлета который сейчас происходит в блокчейне его в 90 на мой взгляд не были я раньше жалел что я родился не в 90 с моим умом и знаниями и возможностями а сейчас я благодарю богу за то что я живу в эпоху вот становления блокчейна через пять лет на уже будет нечего здесь ловить ты когда свои свитера с этими пельменями оленями пельменями оленями делала ты же тоже как бы сказал не хватает чего-то вау что может прошиваться давно нужный чек нужная цена определенный дизайн который будет продаваться некий хайп мода правильно все сочетание сошлось ты выстрелил то же самое здесь будем стартере когда мы поднялись и выстрелили хоть объем рынка у нас очень маленький мы поняли что эти огромные проблемы до сих пор не решена помнишь как было тебе сложно рисковать деньгами попадать на деньги а тут есть такое решение тебе говорят ты классно делаешь продукт мне очень нравится твой лук а хочешь на мир продавать блин хочу а что для этого нужно делать ну маркин бюджет 1500 долларов перевести на 8 9 языков хочешь китай продавать там уж к тебе нужно в китае открыть фокализацию сделать я говорю вот тебе нужно подарить 500 тысяч долларов и вот это все решить держи и ты такой ну нахер а сторика как раз решает эту проблему благодаря блокчейна мы к тебе приходим и не тратя вот такой бюджет а там тысячу или две тысячи долларов ты сразу автоматически правда если бы я захотел продавать свитера с оленями пледы с рукавами на весь мир инфраструктура финансовая как транзачи деньги получать есть юридически законные все легально упаковка твоей страницы на нас таким образом мы даем мелкому среднему бизнесу как когда-то ты таким был возможность резко вырасти среднем не мелкие же резко вырасти в свои права там другой будет вопрос готов ли так быстро масштабироваться потому что проверишь 100 единиц товара сейчас а через год ты будешь продавать сотни тысяч готов ли здесь он будет побеждать сильнейшие возможность есть чем отличие от амазона на амазоне ты купишь айфон на наши старики ты не купишь потому что мелкий средний бизнес не происходит айфон у нас нет спекулянтов приезжают ты приезжаешь в деревню в парагвай и какая-то семья в конкретной деревне делает чудесные кожаные какие-нибудь коврики да или настенные украшения думаешь вау круто тебе невозможно купить этот товар если ты не приезжаешь в парагвай не доберешься до этой деревушки а ребята которые делают крутой продукт уникальный у них нет диджитал знаний они что-то слышали про какие-то сайты там может быть про блокчейн но у них нет понимания как это сделать а теперь этот товар может продаваться на мир потому что есть торика почему у например у парагвайского и за студента есть возможность продавать через торику и нет возможности через амазон ты продавал чем через амазон мама я не продал попробуй вот он тебя зрители продавали попробуйте и когда получаешь этот experience это дорого затратно комиссионно да а здесь все по другому ты можешь продавать уже через час ты платишь доллар они меняются на стекью тот платит другой валют они меняются на стекью расчетные средства и стекью мы легально можем спокойно использовать валюту национальной страны платить законы ты хочешь рубли хочет и доллара но если ты будешь доллары менять на рубли покупать это большой геморрой сегодня с нами макс журила здорово макс заставляет каждый год огромное количество людей там десятки тысяч людей бегать плавать делать триатлон кататься на лыжах и так далее заставлять до заставляешь до сегодня бегал цель на велике сколько раз в неделю ты бегаешь но стараюсь как каждый день с одним выходным круто а какие у тебя топовые показатели вот результат по бегу например ты имеешь в дистанции дистанция какая скорость для которой не 15 марафонов пробежал разных из мейджоров почти вся нью-йорк лондон чикаго берлин триатлон шесть раз ароман сделал вау ребята шесть раз ароман это достойно похвал я знаю что не все блогеры до делают триатлон и даже те кто об этом говорит да расскажет не так сложно за сколько времени реально чтобы подготовить к триатлон ну к триатлон не будет район меню карман но если мы вот сейчас с тобой начнем то через год можно сделать даже не намекание год а если я хочу там на весь до 2 не на реально физически можно физически можно это не факт что во первых ты финишируешь а во вторых даже если ты финишируешь что может быть это будет не то о чем ты мечтаешь но вот из моей формы как отлично марафон год айрон год плавать можно вот и меня в свое время понравилось плавание очень прикольная тема ты мы с моим приятелем миша ивановым есть такое издательство ман иванов фербер вот он был основателем и владельцем основном мы поехали в штаты на плавательный курс вот у нас там было несколько тренеров такие абсолютно обычные ребята а потом оказалось один чувак из них переплыл ла-манш я вообще охренел ла-манш вот а второй переплыл ла-манш туда и обратно за один раз сколько это времени на переплыть ла-манш ну вот часов десять и двенадцать пятнадцать в одну сторону на 40 километров из англии во францию вот и одно дело ты как бы переплыл в одну сторону а другое дело ты переплыл из англии во францию вышел на берег по зашел обратно и вернулся это жесть а ты не делать но вот меня тогда это очень вдохновило я решил что я по-любому когда-нибудь переплыл ла-манш я начал покороче я три раза спал через босфор вот потом решил по длине и мы плавали через гибралтар из испании марок 17 километров стали кстати первыми русскими кто переплыл гибралтар в плать я уже по-любому вошел в страны слушай расскажи про компанию сейчас что за бизнес ну собственно это некоторое отражение вот этих идей что ты чего-то не умеешь но при этом тебя как бы вштыривает как большая цель и ты начинаешь искать способ как-то подготовиться то есть основной бизнес это тренировочные программы и подготовка вовлечение подготовка людей то есть мы сервис вы тренируете мы тренируем людей мы вдохновляем тренируем людей сколько в год вы людей обучаете вообще сейчас самые большие на рынке или есть кто-то больше по обучению вот этим пяти видов спорта вместе мы по-любому самый большой проект в мире слушай это в людях или в деньгах я думаю что и в людях и в деньгах ну то есть в людях это в районе 30 тысяч человек который с нами занимается обучается у вас занимает сейчас занимать по итогам года сейчас как раз и как бы новая точка роста меняется например потребление контента в медиа да и там с телека все уходят youtube но то же самое с там тренировками то есть людям удобно тренироваться имея там приложение или имея код виртуального тренинга но то куда мы сейчас двигаемся имеет по виртуальной комьюнити за вы сейчас делаете еще онлайн образование как успешно ну достаточно то есть мы прошлом году пилотировали онлайн беговые курсы у нас было пять тысяч человек на них но этот просто в таком легком пилоте в принципе я думаю что там есть куда расти о пойдемте раз познакомлю вон они мне отдыхают это вот два важных человека которые благодаря которым высоялся успех это те бойцы которые там я два часов два часа ночи не спу сингапуре они сидят жестко здесь и мы работаем надо улучшение там процессов которые привели к результату парнем у вас немного это не попроще наоборот вот эти вот эти герои историки которые благодаря которым соревнования а мои кольки что есть будущий историк есть когда цель нет по по стоимости компании конца года у нас по капитализации то есть мы имеем не то что стоимость компанией сложно померить мы имеем по капитализации токена 100 миллионов долларов в этом году из 25 миллионов это на старте и я они должны вырасти в 100 или должны добавиться вырасти да окей x4 должны сделать это зашло нам наши все заходили период оси он очень долгий разные кто заходил на праве цели они в данный момент уже плюсе даже при нашей цене которая пошла вниз они в данный момент пусть и те кто заходил в конце по самой высокой цене они в данный момент минусе они превратились в долгосрочных инвесторов им придется подождать до осени поэтому этот режим эти много есть инвесторов кого чисто спекулянты они хотят купить и быстро продать это тоже стратегия вот это когда на хай хайповые продукты мы же не хотим хайпануть мы хотим построить бизнес мирового уровня который будет работать десятилетиями такие компании за полгода не строится я знаю что ты весил сильно больше чем сейчас сейчас сколько ведь 82 было максимум на пике я думаю 112 112 но расскажи как этот момент вот наступил когда ты 112 килограммов чё дальше короче я решил сходить на эверест вот что я когда-нибудь типа своей жизни схожу на эверест как это было ты увидел какой-то фильм или что не я читал бодрящую американскую книжку я не помню уже название там автор говорит что типа чувак ты все можешь там все в твоих руках ну а потом он предлагает такое упражнение он говорит типа представь ну читателю представь что тебе там 80 лет вот вокруг тебя собрались твои там внуки правнуки и ты задай себе вопрос примером чего ты для них являешься ну то есть чему ты их научишь я такой задаю себе вопрос понимать что если так будет все продолжаться то ну как бы ничему наверное отдельному я их особо не научу но чему можно учить только своим примером и какими-то действиями ну и появилась идея что эверест как бы крутая тема это но высоко опасно дорого долго не нельзя сделать так вот с кондачка вот но первыми самому интересно во вторых но это точно будет какой-то пример для них даже если оттуда не вернусь а некоторые не возвращается вот то это тоже какой-то пример и что ты тогда сделал ты как записал или сказал ну то есть она у меня поселилась в голове я начал думать что делать ну и все я решил начать бегать как тебе лет тогда было 26 сейчас 30 32 33 33 как бы я подохренел в общем на первой пробежке потому что я смог осилить полтора километра и я тоже подумал что блин можно много теорий рассказывать она на практике как бы если я даже там 10 не могу пробежать да ну о чем еще речь ну и как у меня на самом деле зацепила идея с целями ты сначала это был эверест потом появились более мелкие цели там 10 например 10 чтобы как-то добавить игры я на google карте отмерил 10 километров маршрута от дома ну там куда-то условно я понимал что по нему можно пробежать там нет препятствий ну вот и все у меня появилась цель что я вот как бы вот этот трек я его пробегу ну и все я там буквально через там недели 3 может я его пробежал а ты как-то публично заявлял об этом знаешь типа я сделаю эту цель эверест там реках ну ну я про эверест особо не тогда не распространялся но почему ты боялся что может не получится если я скажу что я на эверест пойду они подумают что когда десятку пробежал и понял что двигаю реально все возможно ну то есть от реально все в моих руках и я решил пробежать марафон посмотрел какие бывают марафоны решил что надо бежать самый крутой марафон что если это будет последний марафон моей жизни То есть у тебя реально такие мысли были, что может быть... Ну люди умирают на марафонах, ну что, были, ну мало ли, хрен его знает, что случится. Ну и все, и вот тогда я, кстати, пришел к команде на работу и всем рассказал, что я побегу марафон мир. Что тебе сказали? Ну они сказали, что типа, чувак, ты вообще себя видел, какой марафон. Ну и все, ну нет, на самом деле нашлись те, кто стал поддерживать и говорят, о, круто, типа, респект. Но это еще время, там, понимаете, это был 2008 год, то есть это сейчас как бы более-менее ок, если ты куда-то бежишь. Вот, а тогда-то, конечно, не так было. Я выходил на улицу бегать, я вообще не встречал ни одного бегающего чувака. Ну и все, я потом поехал в Нью-Йорк, в 2009 году я пробежал в Нью-Йорке свой первый марафон, и эта штука меня как бы сильно переключила. Во-первых, я увидел, что это реально очень много людей, что это может быть таким лайфстайлом. Банкир, ты бегаешь, ты предприниматель, ты бегаешь. Ну, то есть для этого не надо быть спортсменом, вот в нашем советском понимании, что, типа, только спорту все отдавать. То есть на тот момент уже в Штатах это было на супер популярное. Да-да. Сколько людей тогда было в марафоне? 52 тысячи человек. Вау. А у нас на тот момент? У нас не было марафона тогда. Вообще? Такого понятнее? Ну, он был, но там участвовало, там, 500 человек или 700 человек. Ну, то есть это ни о чем. И это как раз были люди вот старой формации, то есть вот эти вот в трико там, ну, то есть... И все смотрели на них и думали, я не хочу таким быть и не побегу. А в Нью-Йорке я бежал в 2009 году и, ну, из Селебов, например, бежал Эдвард Нортон. А тогда он был супер на волне, то есть там бойцовский клуб, все дела, и он бежал в марафон. Жень, главный вопрос, который интересует... Ты недавно у меня попал в предыдущий влог мой, один день. И... Вышел? Он же вышел, да. И там главный вопрос внизу в комментариях. Почему ты не спросил у Жени, что с его блогом? Что случилось и чего ждать? Расскажи подробно, вот как это было вообще, как это решение, как ты принимал, то есть, ну... Ну, тут, наверное, ничего сверхъестественного нет. Это был какой-то логичный, естественный процесс, потому что от октябрь, ноябрь, декабрь я чувствовал увеличивающуюся нагрузку в бизнесе. Вот мы говорили про быстро растущие рынки, которые происходят, ну, вот, дезентрализация. И все, у меня стало больше, 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 больше времени сюда уходить. И в какой-то момент я стал себя ловить на мысли, что я еду на съемку, а у меня такие важные дела горят. Или я, там, собираю планерку по поводу обсуждения контента, там, на ближайшие выпуски, а у меня параллельно, знаешь, я откладываю встречи сильно приоритетные. Я задал себе честный вопрос, какая у меня цель? Какая цель? Ну, это построить компанию, чтобы у него, там, была минимум культурализации миллиардов долларов. Минимум. Ведение блога, а на него ты сам, знаешь, я тратил очень много времени. Не знаю, как у тебя процесс выстроен, я тратил много времени, я переживал, я с душой вкладывался, все. Часто команда подводила постоянно, которая этим съемками занималась и так далее. И я понимаю, на чашу весов, мои цели, а еще не говорю, семья, у меня дочка уже подрастает, мы, там, ей школу будем выбирать в следующем году. Я начал учить английский язык, и не говоря про мои хобби, там, в физическую форму прийти, ей давно цель была. Я понимаю, блин, а 25-30% времени занимает блог. И я, как адекватный человек, имею право, ну, поступиться своей целью и ориентироваться на блог. Если для меня это просто хобби, это же не заработок мой. И вот это был первый такой звоночек, что типа, Жень, ну, видимо, все. Я вот ехал отдыхать, я думаю, ну, наверное, нет, наверное, нет, наверное, нет. Пока ничего не буду анонсировать о аудитории, мало ли, вдруг передумаю, как-то отдохну. В Таиланде. Да, отдохнул, а вот это желание не прошло. Дальше я четко понимаю, что, ну, Серег, по-честноку, если сейчас десятки появились бизнес-блогеров, таких трушных предпринимателей, там по пальцам можно пересчитать, там единицы. Остальное – это упаковка. Если как-то не глубже дальше, нет, для них это и есть бизнес. Мне не очень хочется стоять вряду с этими ребятами. Ну, то есть, чтобы меня, знаешь, как бы воспринимали в тусовке, а, я блогер, что ли? Я понимаю, что меня уже так называют. В слове блогера ничего плохого нет, если ты блогер. Но если ты предприниматель или бизнесмен, а ты позиционируешь себя как блогер, и тебя воспринимают, то есть, раньше ты открывал какие-то двери с помощью этого, а сейчас некоторые двери стали закрываться. Если я уже, я уже хочу в будущем строить компанию, ориентировать, ты просто инвестируешь свои собственные деньги, чтобы построить что-то хорошее, чтобы меньше машин, например, было, особенно на велосипедах людей, экологично, чтобы там какие-то социальные проекты появлялись, которые помогают людям, которые там, вот сейчас один проект, там, по предназначению делаю, чтобы люди ориентиры в жизни находили. Это же потрясающая вещь. И вот, когда я, это будет большая часть моей жизни, вот тогда, наверное, я возвращусь в YouTube. Правильно я понимаю, что тебя можно будет ждать после того, как, вот, перестанешь так глубоко погружаться в бизнес. Когда фокус уйдет из бизнеса, то, может быть, ты появишься на YouTube опять. Да, может быть, но совершенно уже другим контентом. Вот, когда мне будет достаточно, не то чтобы опыта, когда я проживаю определенное количество лет, и моя сущность прям будет жаждать, жаждать помочь людям определиться с их предназначением, чтобы они не теряли драгоценные самые, что у нас есть, это время. Вот тогда я вернусь на YouTube, как средство коммуникации с огромным количеством людей. Сейчас я еще свое собственное предназначение реализовываю, или период свое собственное предназначение. Моя сущность, она вот в этом, мое предназначение в этом. И как только я это и понял, все, у меня чувство совести отпало, что я чем-то не тем занимаюсь, скорость движения увеличилась, я херачиваю, я бегу, меня хрен остановишь. Я стал больше времени с семьей проводить, энергии надо же куда-то девать, если раньше там с дочкой, да-да-да, дочь, я сам в телефоне, сейчас нахрен телефон, я вообще каждую секунду траживаю, у меня столько энергии. И вот эта история и бодрит, и я не уникальный. Это может сделать каждый, если он поймет свое предназначение. Смотрите, ребят, ко мне два дня назад пришел основатель вот этой компании, как называется? Evolution.Life Да, Evolution.Life, и суть такая, что сделали софт, по которому ты вводишь свою дату рождения, и понимаешь, и у тебя там сразу огромный там, по каждой сфере жизни, твои плюсы-минусы, куда идти и так далее, то есть вот все разобрано, да, и получается такая картина, куда тебе, куда тебе нужно, чем тебе лучше заниматься, чем не надо заниматься, какие, ну, какие твои очевидцы. Кудные минусы, куда тебе точно не надо лезть, ну, и вот так далее, то есть вот такой софт. И ты, я так понял, что стал там партнером. Да, я стал там партнером. Науке это и 6 тысяч лет, это не астрология, знаешь, там, верить в звезды или молиться звездам. Это, там часть этого есть, это потрясающая китайская программатика, я называю Индзи, можете посмотреть, на которую Конфуцию свое учение построил. Математик Лейбниц увидел в этом двоичности, делал программирование на основе этой истории всей. Поэтому где-то не 100% попадание, но то, что 80-90% ориентира, чем тебе нужно заниматься, это прям факт. И вот почему мне эту историю, я хотел ее купить и масштабировать, потому что я процессы последние 5 лет назад, по поводу своего предназначения, проходил индивидуально, с коучерами, с психологами, там, с просветленными людьми. А сейчас это нет необходимости. Сейчас зашел, получил вот такой талмуд документов, если распечатал про тебя, прочитал, более-менее ориентиры вырисовались. Где мы находимся? Что это такое? Это ваша база? Да, это наш московский офис, московский штаб. У нас два этажа, первый этаж это лекторий. Мы делаем здесь встречи с нашими учениками. Вот это мы сейчас в лектории? Ну да, видишь, тут немножко разобрались, все. Вот есть доска. Как вообще, как? Я так понимаю, что это уже больше года, да, здесь? Да, это какая-то неизвестная поклонница забежала. Мы хотели под стекло, как бы. Это все, где у вас... Филиалы. Филиалы. То есть в каждом этом городе вы обучаете бегу? В каждом городе есть партнер, да, мы в франшизе работаем. И, соответственно, там открыт филиал беговой, плавательной школы, вело. Да, очень круто. 50 городов это у вас... Когда первый филиал открылся? В тринадцатом. Да, то есть за 4 года 50 городов? Да, 53 еще. А есть кто-то, кто отваливается, говорит, ну, мы не хотим больше бегать? Город прям выходит. Ну, нет, пока такого не было. То есть у нас было, когда мы, например, меняли партнер. Да. То есть партнер каким-то причинам завязывал, и мы находили другого. Еще, конечно, классно заниматься, да, такая тема, где все кайфуют, там, все тебе благодарны всегда, типа, поменял жизнь. Да, вот. Вот, например, да. Кайф. Все интересные. Кто плохо бегал, тренер забирает один кроссовок и вешается. Вот так все. Вроде кажется, все так легко. Были какие-то тяжелые моменты, когда вот ты понимал, что... Ну, нахер. Да, что вообще это не мое. Не, не мое не понимал. Ну, нахер, я думаю. Ну, когда тяжело было прям, типа, я не знаю, там. Какие вот самые тяжелые были моменты? Да, ты знаешь, это же спорт, особенно марафон, тренирует вносливость. Да. Бизнес тоже, для нас важна. Есть люди, которые могут быстро как бы загореться какой-то темой, и так же быстро это все уходит. Ну, смотри, но все равно у тебя вот какое было, ты вспомнил прям по бизнесу, что вот прям тяжелая ситуация такая, и ты думал, блин, что дальше? Может закрываться? Ну, не было такого, чтобы прямо вот закрываться. Вы получили какие-то инвестиции, да, сейчас? Да, ну, это больше как бы личная такая, да, инициатива. Да, у нас есть партнер какой-то такой, Форбс. Из Форбса, да-да-да. Как я его зовут? Леонид Богославский. Леонид Богославский, да. И сколько вы от него получили, и зачем? Сколько не могу сказать, потому что это... Индии. Индии, да. А зачем? Ну, о. Вот мы и пришли к самому главному в нашем интерьере. Да. Зачем? Ну, это сильный партнер, которому интересен спорт. Да. Интересно развитие спорта. У него, как бы, он сам тренируется, сам занимает. Это сам Ironman сделал, 63 года, первую серию. Огонь вообще. Слушай, расскажи, вот, для тех, кто сейчас хочет, может быть, начать бизнес, вообще вот эта история с обучением спорту, она... Насколько она трудная? Ты бы порекомендовал реально вот прям сейчас с нуля начинать именно эту тему? Тут не только обучение, это же еще некоторое вовлечение и так далее. В принципе, фитнес-проектов-то много. Тема классная. То есть, тема, связанная вот с лайфстайлом, она в целом... И обучение, ну, или какой-то комьюнити в этой области, это крутая история. Потому что это... Она денежная там? Как вообще? Ну, знаешь, это очень сильно зависит от экономики, конечно. Я вхожу в один из советов Всемирного экономического форума, и вот будучи на АВФе, встретил нам Сергея Гуриева. Это экономист, который бегает сейчас из России. Ну, он такой, типа, что, как у вас... Ну, он знает про наш проект, вот, и как у вас дела? Я говорю, ну, ок, там, в целом растем, там, плюс 50% в год примерно. Сейчас у вас выручка за тот год, ты говорил, где-то 300 миллионов. И он такой, ну, типа, ну, круто, что, говорит, вы вообще растете. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что, говорит, времена такие, что, как бы, не ваше время. Почему? Ну, как бы, почему? Ну, потому что реально доходы населения не сильно увеличиваются. То есть это время пиццы. То есть это, но в то же время, если поменяется, ну, что-то в экономике, и вдруг люди начнут больше зарабатывать, то тогда, конечно, это будет наше время. Все по-разному формулируют, что самое важное в жизни, да? Вот для тебя за, там, 33 года ты что понял? Интерес. Все остальное, ничего не важно. Ну, нет, потому что самое важное. Да, самое важное. Остальное тоже есть какие-то дальше. Да, надо, чтобы было интересно. Окей. Супер. Наверное, это даже последний вопрос. Все, спасибо большое, Мэрис. Давай. Тебе еще один вопрос. Как к человеку, который погрузился в криптовалютный рынок, да? Вот была хайповая ICO-телеграмма. Чего ждать? Ну, я думаю, что Паша Дуров, как бы кто к нему ни относился, это гений современности. Потому что при среднестатистических его уровня навыков старта бизнеса, когда мы про ВКонтакте говорили, раз он оказался в нужное время, в нужном месте, то явно кто-то ему помогает. Ну, кто-то сверху вселенная, случай, бог. Он человек, который за каждый год ведения своего бизнеса очень сильно, ну, по сравнению с другими, рос. То есть, два стартапера делают, у одного там левел на 100 очков поднялся, у него на 1000. То есть, он становился, он сильно прокачивал себя каждый год. Сильно. То, что сейчас он задумал делать с телеграммом, я все время привержен теории, что даже слабый проект может вытащить сильный хедлайнер. А телеграмм – это не слабый проект. Это уже мировая история. И плюс хедлайнер сильный во главе. А то, что он сейчас замутил свое и сего, и вот эту всю инфраструктуру, то они 1,8 собрали. 1,8 миллиарда долларов. Миллиарда долларов. Ну, и твой комментарий, давай, по поводу того, что сейчас происходит вообще с телеграммом в России. Сейчас закрыли? Да. Слушай, это такой вопрос насущный, актуальный, очень сильный. Я могу две позиции занять. Я могу сказать, ах, как вы там посмели телеграмм занять? Или сказать, слушайте, ну, государство, есть причины на это. Тяжело судить, когда ты не знаешь внутреннего решения, почему так происходит. Ну, я мало верю, что мы просто такие тупые взяли и запретили. Ну, вот я сильно сомневаюсь. Можно эту точку зрения занять? Если не раздумываться, тупое правительство и все, что с них взять? А если мы чего-то не знаем? Если там по-настоящему есть какая-то внешнеполитическая история? А если за телеграммом какая-то страна? А если еще много-много-много вон, чего нельзя знать народу, чтобы паники не быть подвержены? Решение такое? Ну, окей. Я как сторонник, знаешь, я в принятии всего. Есть решение, я приспособлюсь. Ну, во-первых, VPN сервера. Ну, да, о, боже мой. Поэтому я не принимал участие в акциях протеста за или против. Хотя мне хотелось в самолете кинуть, это прикольно. Я был в бане потом. А ты знаешь, кстати, людей, которые кидали в самолете? Половин офис у нас. Еще, что-то мы давно ничего не разыгрывали. Надо какую-то книгу, не эти. Давай 3 миллиона разыграю. Я мастер розыгрышей 3 миллиона. Хочешь обрести? Хочешь хейт, который был у меня? Давай разыграем 3 миллиона. Розыгрыш 3 миллиона рублей. Там же какая-то жесть еще была. То есть такой хейт был дикий. Слушай, ну, не жесть. Для меня это был новый опыт, типа, вау. Вспомню, как это было. Ну, это было... Мы сделали очень много технических ошибок. Да. То есть моя ошибка была в том, что я очень легкомысленно отнесся к этому конкурсу. То есть там помощница, бабки, рулите, все организовываете, делаете. Ну, окей. То есть 3 миллиона ты отдал, помощница сказал, и они там организовывали. Да, там что-то все сделали. Сделали красивый дизайн, дизайн сделали ошибку. Мне стали приятно, почему вы не рандом использовали, который обычный. Почему в Инстаграме нельзя там в Excel принести. И вот куча-куча был нюансов. И самая главная большая ошибка была, когда я в Инстаграм все это снимал. У меня был Инстаграм, знаешь, вот как бы он там обновление еще не сделал. А в этом обновлении, которое было у меня, вернее, в пользу сети, невозможно было сохранить. И ты представляешь, ты снимаешь всю эту историю, там половина зависла, потому что там 15 тысяч человек тебя в онлайне смотрят. И он там трещать стал. И плюс там кто? Кто? Кто что выиграл? И это все не сохраняется. Можно всем подписчикам дать какую-нибудь скидку. Давай разыграем, может быть, там 3 доступа бесплатных. Просто 3 человека, чтобы... Напишут комментарии, и мы из комментариев выберем случайных 3 людей, и пусть они бесплатно зайдут и посмотрят. Напишите ваше предназначение. Рубрика прямо сейчас. Напишите свое предназначение, что вы видите. Чем бы вы хотели заниматься, если бы вам осталось жить 1 год. И самое интересное, мы выберем 3, и вы потом сможете бесплатно зайти в этот софт Evolution Live и проверить, на самом деле это ваше предназначение или нет. Это будет бесплатно для вас. Давайте, пишите в комментах. А всем другим подписчикам, остальным можно предложить 10% скидка для всех по промокоду, который будет написан. Спасибо, Жек.